Здравствуйте! Телевидение Электрогорска начинает свое вещание в студии Анны Вязгина. Итак, главные темы выпуска. Санитарная и эпидемиологическая обстановка. Зимняя уборка. На контроле 24 часа в сутки. В городе продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Сергей Дорофеев провел личный прием населения. Изменения в проведении государственной итоговой аттестации в 2021 году. Сергей Дорофеев проверил соблюдение утреннего фильтра в школе 16. Контроль за ходом строительства новой школы на улице Чкалова. Депутат Мособлдума Ленара Самединова и председатель Совета депутатов Роман Тикунов проведут прием жителей. Программа «Духовные беседы». Рубрика «Ответ эксперта». Прогноз погоды. Начинаем наш выпуск с санитарно-эпидемиологической обстановки. По последним данным Роспотребнадзора Московской области, в нашем округе следующая обстановка по заболеваемости COVID-19. 878 плюс 16 за 5 дней случаев заболевания. 773 жители выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. 16 человек скончалось. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 15 916 случаев. Это минимальные с октября 2020 года значения. Просим каждого ответственно соблюдать меры предосторожности. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты в общественных местах. В связи с погодными условиями работа коммунальных и дорожных служб была организована в ночное время и в выходные дни. Техника прометает дороги по всей ширине проезжей части, после чего проводит обработку противогололюдными средствами. Снег и наледь продолжают убирать с тротуаров, сходов и съездов с них, остановок общественного транспорта и подходов к ним с территорий школ, больниц и других объектов социальной сферы, а также потребительского рынка. В выходные дни у нас в субботу доделывали все последствия снегопада, проходили участки, грунтовые дороги, юго-западные частично, морозовские, которые не основные. Здесь по городу очень много доделывали, расширяли где надо проезжую часть. Вот такого плана проводились работы в субботу. В воскресенье было выходное. А можете сказать, сколько кубометров снега было вывезено? Ну, у нас по нашей организации чуть меньше тысячи кубометров мы вывозили частично до снегопада, и вот сейчас опять планируется вывозить. Ну, то есть получается, что работаете без выходных, да? Ну, получается, практически без выходных. Просто снегопад был длительный, люди выходили, считайте, с 4-5 утра. Это все-таки, поверьте, тяжело. У нас просто нет второй смены, поэтому люди отрабатывают по максимуму, и потом после отдыха опять выходят. Коммунальщикам также поручили чистить от снега дворы, детские игровые площадки, дороги внутри кварталов и пешеходные зоны. Во время снегопада водители просят соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и не мешать технике убирать снег. Пешеходам рекомендуют быть осторожными на улицах и тротуарах и не заходить за ограждения в местах уборки снега. И с пониманием отнестись к работе служб. А тем временем в городе продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Записаться на прививку можно по телефону горячей линии 8 999 878 43 16, короткому номеру 122 на региональном сайте Госуслуг, либо в МФЦ. Берегите себя и будьте здоровы! С начала прививочной кампании в Электрогорске от коронавируса привелись более 600 жителей. Сделать прививку можно бесплатно в порядке живой очереди или по предварительной записи в городской больнице. С 26 января работает выездная бригада вакцинации для сотрудников городских предприятий, организаций и учреждений. Вакцина от коронавирусной инфекции призвана создать коллективный иммунитет в стране, чтобы люди не заражались и не распространяли инфекцию среди других. Сегодня созданием мини-коллективного иммунитета занимаются в пансионате Ногинский. Сейчас важно, чтобы вакцинацию от COVID-19 прошли как можно больше людей. Чтобы сделать этот процесс удобным, организовали выездные бригады. Их обязанности абсолютно такие же, как и в больнице. До места назначения вакцину транспортировали в специальном контейнере для поддержания необходимой температуры. Сначала пациент проходит осмотр у терапевта, все его данные заносятся в систему госуслуг. Если предоставлен СНИЛС, то человек получит паспорт вакцинации после проведения второй вакцины. Далее человек проходит в процедурный кабинет, где и получает прививку. Скажите, человек, который по тем или иным причинам имеет медотвод, посмотрели его врачи, но пока нельзя сделать прививку. Что в таких случаях? Значит, медотвод, он может быть временным, в каком случае, если имеются признаки ОРВИ какого-то заболевания или обострения хронического заболевания. Значит, если у него временный медотвод, то далее по прошествии 14 дней после признаков этих он может быть вакцинирован. Если какие-то бывают медотводы постоянные, когда показанием являются, допустим, сильно аллергические реакции. Ну, к примеру, если на грипп были сильные реакции, то тут тоже. Но для этого должна быть справка аллерголога. В этот день прививки от коронавирусной инфекции сделали 30 человек – как сотрудники, так и подопечные пансионата. Как у вас ощущения после прививки? Пока нормально. Ничего не болит, не тошнит, ничего. Ну, а какие-то были волнения перед тем, как сделать? Не знаю. Так-то, может быть, чисто интуитивно. Маленькая такая боязнь какая-то. А так, в принципе, как говорится, верил. Это у РВР большой плюс к этому. А так нормально. Для того, чтобы предприятию или учреждению воспользоваться услугами выездной бригады, необходимо связаться со старшей медсестрой городской больницы и подать заявку на вакцинацию. Депутат Московской областной думы Ленара Самединова и председатель Совета депутатов Роман Тикунов проведут прием жителей. Прием состоится во вторник, 9 февраля, в помещении общественной приемной электрогорского отделения партии «Единая Россия» по адресу. Площадь Советская, дом 2, 3 этаж. Время приема с 10 до 12 часов. Запись на прием осуществляется по номеру телефона 8-991-307-22-00. Временно исполняющий полномочия главы электрогорска Сергей Дорофеев провел личный прием населения в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» 6 февраля. За помощью в решении своих вопросов обратились 8 человек. О том, как прошел первый диалог Сергея Дорофеева с жителями города, расскажет Татьяна Пыринова. Это мой первый личный прием за свою роль в качестве времени исполняющей полномочия. Хоть и количество людей было маленькое, всего 7 человек, но сферы жизни города Литрогорска хватили все, начиная от образования, кончая доставками газет и, конечно, жилищно-коммунальным комплексом. Но радует то, что жители получили исчерпывающие ответы на свои вопросы. Даже записывались по одним вопросам, по ходу встречи возникали и вторые, и третьи вопросы. Вместе с заместителями, руководителями коммунальных служб города, начальниками отделов администрации Сергей Евгеньевич выслушал проблемы жителей. Традиционно люди пришли на прием для того, чтобы решить тот или иной вопрос уже в последней инстанции. У нас большая семья, как говорится, отъехали с детьми. И у нас сгорела квартира на Крыжановской. И вызывали пожарников, у нас там не было, конечно, вызывали пожарников. И пожарники нам документы выдали вот такие, что проживания так не может быть. И теперь просили заявление, писали, просили, чтобы нам помогли. Приводите, вот. Офли нам, Стас, спасибо. Теперь нам надо стены там чистить, полы менять, электрику. Люди обращались и с такими вопросами, решение которых затягивается уже не один год. Жителей улицы Юго-Западной интересовал вопрос о газификации и устройство дорог в их микрорайоне. А жители улицы Невского просят об установке контейнерных площадок в соответствии с нормами. Да, есть какие-то моменты, которые нужно еще проработать. Это наш больной вопрос, это Горького 1А, дом, которому с проблемой с отоплением. Мы иногда на оперативках его озвучим, говорим, что ну вот, наконец-то, то есть инженерное решение ТСК МОСЭНЕРГО как бы найдено, просчеты все сделаны, и вот, наверное, в течение двух недель, после, когда спадут наши основные морозы, то есть начнут менять трубы. Почему после двух недель, потому что обещают морозы у нас 25, чуть ли не до 30 градусов, конечно, чтобы сделать жизнь, не сделать жизнь некомфортной в домашних условиях, чтобы температура не упала ниже, там, скажем, 17-18 градусов. Эти работы будут начаты, наверное, после достижения, когда будет у нас, погода упадет, там хотя бы будет минус 5, минус 10. Также жители поднимали вопросы, связанные с начислением, сделанными в МОСОБЛРЦ, оплатой электроэнергии, а также невозможности получать необходимую информацию о своем личном счете. На каждое обращение люди получали исчерпывающие ответы. Для оперативного решения и разъяснения информации все заявления взяты на контроль, для дальнейшей работы переданы в соответствующее ведомство. Сергей Евгеньевич, были ли такие вопросы, которые можно было решить без вашего участия? Да, такие вопросы были, и после перерывов я своим замом на это указывал, что надо чаще общаться с людьми, выходить в люди, если это многоквартирные подъезды, значит, проводить совещания с жителями этих домов. К сожалению, пандемия вводила какие-то ограничения на проведение, но сейчас, скажем так, при соблюдении мер определенных безопасности, это в закрытых помещениях, на свежем воздухе никто не мешает проводить. И так, дано команде, что особенно в сфере ЖКХ, начать встречаться с жителями, разъяснение определенных ситуаций. И в первую очередь, наверное, это связано, конечно, с начислениями МОСЛУ в ЕРЦ. То есть, особенно пенсионеры путаются, не понимают. То есть, надо вести разъяснительную беседу и не дожидаться личного приема. Личный прием граждан в общественных приемных проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлены на развитие конструктивного диалога жителей с муниципальными органами власти. В рамках президентского нацпроекта образования на улице Чкалова продолжается строительство новой школы на 550 мест. Ход работ находится на особом контроле администрации, родительского комитета, депутатского корпуса. В минувшую пятницу вместе с временно исполняющим полномочия главы города Сергеем Дорофеевым, наша съемочная группа побывала на строительной площадке. Строительство школы для города и его жителей – очень важный социально значимый объект. 1 сентября этого года за парты новой школы должны сесть 550 учеников. Именно поэтому главная задача для подрядчиков – выполнять все работы не только качественно, но и своевременно. Сегодня традиционно заехали на строящуюся школу. К нашей радости морозы не дают ослабевать темпом. Как мы видим, фасадная часть уже отделана, правая часть, торцевая часть. Работы ведутся, практически тепловой контур уже по витражам закрыт. На сегодняшний день строители продолжают укладку вентилированного фасада из керамогранита. В течение февраля на стройплощадку поступит вся плитка для плитцовки стен. Сейчас на площадке работают порядка 100 строителей и 3 единицы техники. На данный момент из 5000 квадратных метров вентилированного фасада 25% уже закончено. И стройплощадка оснащена и обеспечена в полном объеме подсистемой, керамической плиткой для устройства вентилированного фасада и утеплителем. Внутри здания ведутся работы по устройству системы отопления. В полном ходу ведутся работы электромонтажные. Это устройства систем освещения, розеточный групп, а также уже на 100% смонтировано в одно распределительное устройство. Это то устройство, которое необходимо для подачи на здание электрической энергии. 12 человек занимаются стеклением здания. 90% витражей и окон уже установлено. До 16 февраля подрядчики планируют завершить монтаж света прозрачных конструкций и тем самым полностью закрыть тепловой контур. На 95% уже буквально на этой неделе мы заканчиваем работу по устройству ИТП, индивидуальный тепловой пункт. Сейчас идет работа по пусконаладке и опрессовке системы. И думаю, что в течение февраля месяца мы будем готовы пустить тепло на корпус. Время главы Электрогорска попросил подрядчиков по возможности ускорять все текущие процессы. В настоящий момент готовность здания составляет более 50%. В декабре минувшего года в правительстве Российской Федерации прошло совещание под председательством Татьяны Голиковой, на котором было принято решение по изменению правил проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Мы встретились с начальником управления развитием отрасли и социальной сферы Татьяной Викторовной Панковой и узнали все подробности. На территории городского округа Электрогорск в текущем году 83 выпускника 11 классов, 5 обучающихся средних профессиональных организаций и 5 выпускников прошлых лет планируют принять участие в государственной итоговой аттестации в период с 1 мая по 2 июля 2021 года. Для выпускников, планирующих поступать в вузы в текущем году, для получения аттестата необходимо сдать только один обязательный экзамен – русский язык. ЕГЭ по математике базового уровня в этом году не проводится. ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору выпускники выбирают по необходимости для предоставления результатов ЕГЭ при приеме в высшие учебные заведения. Выпускники 11 классов, не планирующие поступать в вузы, для получения аттестата в 2021 году должны будут сдавать два обязательных экзамена в форме государственного выпускного экзамена. Мы называем это ГВЭ – русский язык и математику. В нашем городе два выпускника приняли уже такое решение. До 10 февраля демонстрационные варианты ГВЭ для выпускников, не планирующих поступать в вузы, будут опубликованы на официальном сайте Федерального института педагогических измерений. Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая текущего года. Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике с 3 по 17 сентября 2021 года. Он предусмотрен для того, чтобы предоставить возможность получить аттестат тем, кто не прошел государственную итоговую аттестацию в установленные сроки. Я хочу также всем напомнить, особенно нашим выпускникам, да и их родителям, что допуском государственной итоговой аттестации является зачет по итоговому сочинению, который у нас запланирован предварительно на 15 апреля 2021 года. Мы смотрим, какие предметы дети у нас выбирают. И на сегодня, на сегодня, вот скажем так, в 2021 году, Наибольшим спросом у выпускников текущего года пользуется математика, профильный уровень, и собирается сдавать математику профильного уровня 58 наших выпускников. Общество знания, 53 человека. Физику выбрали 25, ребят. ИКТ у нас пройдет только в компьютерной форме, и такой экзамен будут сдавать у нас 15 выпускников 11 классов. Английский язык 11 человек. И в этом году у нас одна выпускница будет сдавать испанский язык в форме ЕГЭ. На нашей территории 203 выпускника 9 классов планируют принять участие в аттестации в период с 24 по 28 мая текущего года. Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам. Русский язык и математики. По русскому языку и математики. В 21 году выпускники 9 классов не будут сдавать ОГЭ, основной государственный экзамен. И вот учебные предметы по выбору. Для 9 классников в этом году будут предусмотрены и проведены контрольные работы по одному учебному предмету, по их выбору. Но я должна сказать, что результаты, которые ребята получат, выполняя контрольную работу, не будут влиять на получение аттестата и не будут, скажем так, являться допуском к итоговой аттестации. Контрольные работы запланированы и пройдут с 17 по 25 мая. Также предусмотрены резервные сроки проведения основного периода, которые приходятся на начало июня. Для тех, кто не сдал экзамены в основной период, пройдет повторная аттестация в дополнительный сентябрьский период. Допуском к государственной итоговой аттестации будет являться зачет для наших 9-ти классников по итоговому собеседованию, которое запланировано и пройдет уже на следующей неделе, 10 февраля 2021 года. В начале учебного года во всех школах ввели утренний фильтр с термометрией и усилили дезинфекционный режим. Чрезвычайные меры в учебных заведениях Подмосковья появились из-за эпидемии коронавируса. Роспотребнадзор совместно с Минпросвещения России разработали соответствующие санитарные правила, по которым должны работать школы. Временно исполняющий полномочия главы города Сергей Дорофеев проверил, как соблюдаются установленные нормы. Вопрос организации работы образовательных учреждений с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с риском распространения нового коронавируса, является сегодня одним из самых актуальных. 2020 год, учебный год, у нас был сложным, потому что с третьей четверти наши дети были все выведены на дистанционное обучение. И учебный год у нас закончился досрочно, и дети завершили обучение тоже дистанционно. Новый учебный год мы начали со строгого введения санитарно-эпидемиологических норм в образовательных учреждениях. На основании СанПИНа прописаны все процедуры, которые обязаны проводить в течение всего учебного дня сотрудники образовательных учреждений. Были организованы дробные входы всех детей в школу, строго обозначено время, какие классы приходят в школы, через какие запасные входы и выходы приходят эти дети. Точно так же организовано питание детей. Дети находятся в классах, учителя к ним приходят для проведения уроков. С самого начала все участники образовательного процесса горячо обсуждали введение вынужденных ограничений, сомневаясь в их пользе. Конечно, с 1 сентября введение вот таких ограничительных мер вводилось сложно, потому что нужно было большую массу школьников правильно организовать для того, чтобы предупредить массовое заражение детей коронавирусной инфекцией. Хочу сказать, что вспышки были. И у нас осень 2020 года, когда начался новый учебный год, это где-то был октябрь, да, были вспышки заболевания детей и ОРВИ, когда классы уходили на карантин на неделю, и были вспышки заболевания ковид. 2021 год, то есть вторая половина нашего учебного года, хочу сказать, началась достаточно в штатном режиме. Практически классы у нас не выводились на дистанционное обучение, хотя, хочу сказать, что единичные случаи есть, но все уже отработано, и образовательный процесс у нас не нарушается. Система утреннего фильтра работает без сбоев. При входе школьникам измеряют температуру, чтобы точно убедиться, что приходят только здоровые дети. Если у ребенка обнаружили температуру, мы, значит, даем ему маску сразу, дезинфицируем руки, изолируем медкабинет. В медкабинете мы вызываем родителей, обязательно даем направление, выводим ребенка из учреждения. Родители приходят, забирают ребенка. Родители с пониманием к этому относятся? Ну, конечно, конечно. А потом сейчас вот фильтр, например, у нас введен, и родители уже знают, что с температурой у них это не пройдет. Детей с температурой почти не отправлять. Ну, может, небольшая бывает иногда, там, высокой температуры нет. Но мы даже детей изолируем, у которых там, например, очень сильный кашель. Если ребенок пришел в школу, сильно кашляет, мы такого ребенка здесь не оставляем, мы его выводим. За полгода к утренней проверке здоровья привыкли и педагоги, и ученики. Сейчас у вас идет вот входной контроль такой, проверяют температуру. Бывают ли очереди, бывает ли столпотворение около входа в школу? Нет, у нас все по очереди идет. То есть, когда морозы были, вы не стояли на улице, не мерзли? Нет. Организована качественность? Да. Вот из-за того, что идет такой контроль на входе, измерение температуры, создаются ли толпы, опаздывают ли дети на уроки? Нет, у нас такого нет. У нас все регулируется педагогами, поэтому все как положено, согласно распоряжению Роспотребнадзора. Роман, вот удобно так или неудобно, когда проверяют температуру, толпы создаются из детей? Нет, все удобно. Организовано хорошо? Угу. Не задерживает школьный процесс? Нет. Управление образования по поручению в РИП главы города регулярно проверяет школа на соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы уже не первый раз выезжаем на такие проверки, да, и радует то, что наши все учебные заведения стабильно работают в этом плане. Сбоев нет, очереди нет, пропускной режим по пасхудам осуществляется, не торопясь. На входе измеряют температуру, есть антисептик стоит, можно обработать руки, есть наличие масок, есть перчатки. То есть наши дети, наши родители как бы могут быть спокойны, что режим пенсионный в учебных заведениях обеспечен. Жить и работать по новым санитарным правилам еще очень долго. Они продлены до 1 января 2022 года. И о погоде в завершении выпуска новостей. Ближайшей ночью малооблачная погода. Температура воздуха может опуститься до минус 30 градусов. Давление повышенное. 9 февраля в течение суток ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег, сильный туман. Днем температура составит минус 11-13 градусов. Ветер восточный умеренный. Ну что же, на этом у нас все новости на сегодня. Далее в эфире программа «Духовные беседы». А сразу после заместитель начальника ФНС России по городу Павловский посад Галина Тютина расскажет о декларационной кампании 2021 года. Ну а я прощаюсь с вами. В студии была Анна Вязгина. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин